Гришенька, скажи, пожалуйста, какой первый звук в слове «сова»? «С» – это буква. А звук у нас какой? Не часы, годы тренировок. Правильно говорить, да и вообще произносить хоть какие-то звуки его учили больше шести лет. Гриша Девятов ходит во второй класс обычной школы. И это большой подвиг самого Гриши, его семьи и педагогов. Гриша практически не отличается от слышащего ребенка. Если кто-то не знает, какой тяжелый диагноз у Гриши, он его не отличит от слышащего ребенка. Но я говорю, что это пришло с годами, не сразу. Это достигнуто большим-большим трудом. Грише было полгода, когда ему поставили диагноз «двусторонняя тугоухость четвертой степени», то есть почти глухота. Это означало, что мальчик никогда не сможет говорить и, естественно, учиться в общеобразовательной школе. Но мама сделала все, чтобы ребенку установили сложнейший имплантат. Дорогостоящая операция прошла успешно. Гриша стал слышать, а потом и говорить. Пошел в первый класс. Но спустя пять лет снова возникла угроза остаться в полной тишине. Все дело в несовершенном законодательстве, говорит Анна Девятова. Имплантат Грише установили бесплатно. Он состоит из двух частей – внутренней и внешней. Внутренней – без срока годности. Внешнюю надо менять раз в пять лет. Вот только в документах это не прописано. Стоит процессор 520 тысяч рублей. Купить его чиновники отказываются. Зато предлагают другой выход – сделать Грише повторную операцию, чтобы установить новый имплантат целиком. Это абсурд. Предложить ребенку пойти на новую операцию, затратить большие бюджетные средства, нежели просто заменить речевой процессор. Безоперационным путем, более чем в два раза экономия средств. Полмиллиона рублей. Для семьи – неподъемная сумма. Еще пару месяцев назад мальчику нельзя было ходить. Два года Гриша был прикован к постели. Редкое заболевание суставов. На лечение ушли все сбережения. На каком фоне серая машинка ярче? На черном. На черном. Сейчас Гриша учится во втором классе. Но ни костыли, ни аппарат на голове не мешают ни мальчику, ни его друзьям, ни учителям. Он мечтает стать детским доктором. И обязательно станет им, если только не погрузиться в полную тишину. Вы можете помочь ребенку. СМС на номер 5541 стоит 75 рублей. Коротенькое слово – дети. Но для семьи Гриши оно значит так много. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Новости. 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 Новости.